итак киска алиска в общем зашла привет народ до зашла рядом с домом у нас открылся мой магазин авоська называется в общем набрала такой гигантский пакет ель дотащила заплатил за него где-то 1700 с копейками сейчас буду сканировать покажу в общих чертах что там вышла на такую сумму вот и сейчас алиску потру потому что у нее течкой она пристает ко всем уже третий день никак вот но никак никак не может . это нормально переносить хотела вам сказать так вспышку выключу а то меня не видите наверно так вообще меня не увидите сейчас момент так народ переключила камеру в общем что хотела сказать я сюда встану здесь света побольше вот эту курточку я уже не раз они говорила и у меня огромный обзор который не знаю произвел впечатление нужно или нет принципе вот когда я ее получила да и распаковывала и осматривала и мерила у меня была масса негативных впечатлений сейчас я ее активно ношу как вы видите часто в ней и и последнее время и во блогах я мелькаю в синем в синей куртке да то есть вы видите что я активно и и ношу и сейчас такая погода что принципе я ее ношу вот и что хотел сказать что уже по прошествию до времени вот носки использование этой куртки по назначению могу сказать что все в ней хорошо ну как хорошо то есть в принципе можно терпеть и то что подкладка и белого цвета да это как бы никак не влияет на качество самой куртки да можно терпеть и то что молния с одной собачкой принципе с этим тоже можно жить что там еще такого прям вот выдающегося ну то что вот воротник неплотно прилегает до к шее когда застегиваешься здесь есть пространство тоже с этим можно жить что еще один раз попала в ней под ливень и не было у меня дождя и в принципе куртка промокла местами то есть в области спины вот прям сзади да на плечах и вот верхней части спины она полностью промокла вот но это в принципе это такая экстремальная была ситуация не от меня зависящая поэтому точнее никак не то что не от меня зависящая просто я забыл дождь забыл зонт и понаделась на капюшон который меня может спасти я как бы не рассчитывал что будет ливень прям вот такой серьезный вот и не совсем не видно вот что я хотела сказать такое что вот терпеть совсем невозможно это карманы а если помните до карманы в самом низу то есть они практически вот сейчас не покажу но кто помнит распаковку и примерку я вставлю ссылку под видео проходите посмотрите кто не видел вот карманы просто в самом низу они очень неудобные они какой-то неправильной формы пользоваться ими некомфортно я крайне редко пользуюсь карманами по назначению за исключением является как моменты когда например дует сильный ветер руки мерзнут а я не взяла перчатки тогда я засовываю карман но это все равно выглядит как-то нелепо потому что карман неправильной формы и он расположен не там где он должен раз по быть расположен в общем если вот в плане до такой отзыв после носки то все в этой куртки в принципе неплохо а еще был для меня минус то что она очень свободная то есть она большого размера на по моему 64 размера и первый раз мне прислали 68 по моему или 64 я уже не помню и 66 или 68 уже не помню вот это по моему 64 размера и я была все равно недовольна тем что она очень просторная но в принципе с этим можно жить то есть если вдруг погода какая-то неясная но в плане того что в пальто вроде как жарко а в куртке холодно то можно надеть куртку под нее какую-то кофточку то есть я вот сейчас в очень легкой кофте и в куртке но сейчас у нас погода такая достаточно теплая если погода ну допустим ветер холодный а как бы надевать что-то теплое это вообще с ума сойдешь то можно на эту блузку надеть кофточку и уже куртку то есть вот этого ее свободность пустота вот то что она болтается да на мне этом в принципе с этим можно жить это можно обыграть да на более прохладную погоду вот либо варьировать там то пальто то куртку просто у нас на работе в помещении довольно жарко и мне нужно что-то придумывать чтобы не одеваться слишком тепло вот в принципе куртка в этом плане то что она свободная в этом есть свой плюс вот но карманы это очень большой минус и карманы портят вообще всю картину на самом деле но я уже объяснила они расположены не там где должны быть они неправильной формы в общем кто тут у нас кто тут у нас алиска пришла пришла алиска мешает мне да в общем сейчас еще думаю сходить в пятерку или не сходить вам просила дыню купить что-то ей захотелось вот в общем сейчас быстренько сбегаю в пятерку посмотрю есть там какие-нибудь приличные дыни в общем покажу вам потом свои покупки разложу все попозже увидимся так друзья вот это все вышло на 1700 с копейками быстренько пробежимся значит феликс говядина курица были со скидкой биомакс очень трудно его найти у нас практически нет мне нравится именно он я имею ввиду кефирный йогурт или как он там называется мне нравится вкус я просто кефир ненавижу капуста видите у меня здесь вышло господи 1600 на 32 рубля взяла также китик с телятины так вот эти котлеты были по акции эти за 100 с чем-то и блэк кангу за 99 вот этим раньше не встречала взяла попробовать телятину мы вообще мясоеды поэтому не удивляйтесь там каким-то таким всяким местным штукам взяла вот такой вот у нас появился новый с кокосом как вы знаете кокос я люблю попробую предыдущие 2 я уже съела попозже вам отзыв скажу вот такая сметанка вообще для такого стаканчика здесь по 180 грамм стоит дороговато не помню ценник тоже потом покажу вам дальше яшкина было со скидкой поэтому взяла обожаю эти трубочки иногда позволяю себе вкуснятины дальше мини-рулеты шоколад и орех таких не встречала тоже в принципе были со скидкой взяла попробовать творог тоже впервые вижу такой творог с семенами льна тела попробовать вот такая паста тоже была по акции 99 рублей взяла все три три разные в общем-то незнакома с такой хотя в фикс прайсе я что-то подобное брала принципе на тот момент она мне понравилась вот такой бородинский давно ищем с мамой идеальный бородинский хлеб обычный батон без опознавательных знаков 2 . укропа вот такой вот йогурт взяла как это йогурт не йогурт в общем какой-то до йогурт с грецким орехом изюмом в общем попробую конечно сахар там есть но я взяла просто попробовать взяла такой тезик по акции 119 рублей и 150 миллилитров свежесть бамбука так майонез вообще майонез не я взяла в общем для котлет и один маме потому что у нее закончился и в общем то в общем то вот взяла еще значит себе вот такой зерновой хлеб хлеб я ем крайне редко в основном хлебцы какие-то вот в общем взяла небольшой кусочек так еще женские штучки восьмерочка и последняя покупка вот такая штучка появилась для выведения шерсти из организма на пробу вообще с курицей мы не очень любим тем более с овощами но иногда надо вот принципе все вот все мои покупки был очень как он влезет и влезет сюда очень длинный чек так сейчас посмотрим но я буду передвигать а вы смотрите если по ценам кого интересует тут еще какая-то не знаю что тут какие-то проценты что то такое в общем то если чего тут он порвался весь сейчас котлеты из телятины здесь написано 99 так вафельные рулетики йогуртный коктейль творог творог кстати тоже был по акции но там была скидка потому что сегодня последний день когда его можно съесть вот так бил макс майонез майонез и сметана пикантная 46 за 180 грамм мне кажется дороговато белый йогурт тоже дороговато но я взяла попробовать ну и все как поплачу карточкой вот вам цена увидимся попозже убежала в пятерку за дыней и так напоследок друзья хочу сказать свое мнение по поводу вот этих двух коктейлей шоколадного и клубничного йогуртный коктейль со вкусом арахисового мороженого и нуги что хочу сказать вот именно этот шоколадный на здесь ну как чувствуется арахис чувствует там попадаются кусочки чувствуется нуга такая знаете сливочная и отдаленный такой легкий легкий привкус пломбирного мороженого в остальном это просто йогурт чуть-чуть шоколадный чуть-чуть орешки там в общем-то ничего такого ну прям выдающегося вот этот йогурт тоже йогуртный коктейль со вкусом клубничного мороженого этот мне вообще не понравился я очень люблю клубничное мороженое но здесь вообще не пахнет ни запаха ни вкуса просто обычный клубничный йогурт так что вот такая хрень теперь попробуем кокосовый и мнение в следующем влоге подписывайтесь кто не подписан увидимся с вами в следующих видео пока пока будешь пить воду или нет ну вот из крана-то вода вкуснее чем из мисочки да мурлыка а виска что там что там такое все напилась влоглубленный чудо влоглубленный чудо